Планерное совещание начали с поздравления и награждения. За оказанную поддержку Анапскому районному казачьему обществу при выполнении обязанностей в Крыму Сергею Сергееву вручили медаль «Крым-2014». Благодарность за помощь казачеству выразил атаман Таманского отдела, кубанского казачьего войска, казачий полковник Иван Безуглый. Документарь носили наши деды и прадеды, которые воевали сотни лет назад с этим. Она вот пятой медаль. Я с удовольствием вручаю вам, Сергей Павлович, спасибо большое. И, кроме того, Сергей Павлович награжден медалью Министра обороны Российской Федерации за возвращение Крыма. Сегодняшний день мы еще раз показываем, что мы миролюбивая, мирная страна. Хочу также поблагодарить, пользуясь случаем, всех сотрудников администрации и частного бизнеса, в том числе, которые оказывали помощь, когда мы кинули клич, до сотрудников Атаманского казачьего войска. Я также знаю, что Анапское районное казачье общество было представлено самой большой численностью. У нас не было отказников. И самое главное, нам доверяли самые ответственные участки. О работе сотрудников полиции за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин. Задержаны подозреваемые по делу об ограблении банка «Народный кредит». Преступники попытались скрыться в Астрахани. Часть денег у грабителей оперативники изъяли. Продолжились проверки торговых точек, реализующих алкоголь. В итоге проверок сотрудниками изъято более 3000 литров алкогольной продукции без лицензий. В Управлении торговли и потребительского рынка сформирован список продуктов в качестве гуманитарной помощи беженцам из Украины. Оказать помощь могут все желающие. Пункт приема гуманитарной помощи работает в средней школе номер два. Об этом на планерном совещании напомнил заместитель мэра Анапы Олег Костенко. Первый вице-мэр Светлана Яровая акцентировала внимание на задачах, которые стоят перед управлением муниципального контроля. Вчера муниципальным контролем два объекта было демонтировано, объекта торговли общественного питания. Но я понимаю, что это буквально для нашей территории капля моря, так скажем, была репетиция. Мы собрали полностью установленные и прописанные нормы, рассмотрелись на комиссии, публиковали в СМИ. И, Кирилл Александрович, продолжаем эту работу, наращиваем темпы нашего внимания, заслуживающих таких объектов более чем. И ваше предложение для рассмотрения на комиссии, в первую очередь, проанализируйте обращения к жалобам на семью. Результаты работы с обращениями, поступающими на телефон горячей линии, по задолженности по зарплате озвучила заместитель главы Яна Дуплякина. 71 сообщение поступило на линию. Более трех миллионов рублей долгов погашено. В списке должников работодателей в основном представители малого бизнеса и торговли. Как было обещано на прошлой планерке, анапчане стали лауреатами конкурса частушек в этнографическом комплексе «Атамань». Выступили достойно. Сергей Сергеев, побывав на фестивале, лично подчеркнул, равных анапчанам не было. Я прошел, посмотрел, везде без слез не лябишь, за исключением нас. Самый мощный коллектив. Хочу выразить благодарность и Марине Борисовне за все. И присутствующим за поддержку. И Слава Александровича. Молодцы. Я думал, что больница туда переехала. Судор. Молодцы. Так и надо. Друг за друг, надо переживать. Благодарность прозвучала и в адрес сотрудников ГИБДД за эффективную работу и организацию транспортного потока на проблемном перекрестке в станице Анапской.